Предыдущий сезон, отметил глава курорта, был достаточно эффективным. В Сочи отдохнуло 6 миллионов человек. Но цифра эта может еще увеличиться, если туристов привлекает не только солнцем и морем. Бальнее водолечение – это то, что всегда было ценным на курорте. Да и пляж может выглядеть совсем иначе. Сейчас Анатолий Пахомов поручил сделать ставку как раз на пляжный курорт. Мини-отелям предложено заключать договоры с владельцами пляжей для развития этих территорий. В новом сезоне в Сочи будет работать 177 береговых зон, 76 из которых муниципальные. Наша задача сегодня – сделать так, чтобы туристы, пребывающие в Сочи, в полной мере оставались довольны отдыхом. Мы должны вовремя выполнить мероприятия по отсыпке пляжных территорий и благоустройству. Повторяю еще раз, мы знаем о том, что пляжи наши нуждаются в том, чтобы их сформировать, потому что много-много лет прошло с того времени, когда кто-то там что-то планировал. В прошлом году мы начали эту работу на центральном пляже. Но не только курортные возможности могут привлекать туристов. Городская среда, созданная в период подготовки к Олимпиаде, должна быть всегда красивой. Для этого организован постоянный контроль. А вот со спальными районами не все гладко. Глава города попросил руководителей ТОЗов внимательнее отнестись к организации работы по благоустройству территорий вокруг домов. Наряду с пляжами, санаториями, территориями, есть еще у нас городская среда, которая сегодня поддерживается очень неплохо, чистые, красивые улицы. Но мы до сих пор не добились того, чтобы за каждым объектом торговли, за каждым объектом услуг, вообще за каждым домом, многоэтажным жилым домом, велся каждый день уход. У нас с вами есть шанс уже сегодня привлечь городу, всех россиян и жителей других стран, чтобы они увидели, какая красота, какие замечательные курорты, какой красивый город, какие тут люди гостеприимные. Это нужно делать сейчас. Завтра будет поздно. Две основные задачи поставил глава курорта – развивать активно туризм и городскую среду. Летом будет работать 90 природных, культурных, исторических и развлекательных объектов показа. Появятся и новинки в части организации отдыха. Праздничные мартовские дни показали в Сочи, едут даже на несколько дней. Только парк Дендрария посетила за 4 дня работы 9200 человек. Чуть меньше гостей, но тоже немало, зафиксировали в Адлерском парке южные культуры. А значит, интерес к Сочи неподдельный. Елена Всецина, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ.